Всем привет, друзья! Ну вот и снова настал этот момент. Когда в конце 2020 года я впервые заговорил о переименовании своего канала и привел 8 аргументов в пользу этого решения, меня поддержало большинство моих подписчиков. Я переименовался, канал стал называться «Заплатен» по-английски, однако после ребрендинга статистика резко рухнула и спустя 3 месяца мучения я был вынужден откатиться назад. Сейчас ситуация несколько иная. Судя по вашим отзывам, подавляющее большинство людей напротив за название «Русский в Украине». Это уже как бы и определенный бренд, под которым меня все знают, и выработанная привычка, и демонстрация всем того, что нормальные россияне все-таки существуют. Это ваши слова, не мои, за что вам большое спасибо. И в любой другой ситуации я бы, наверное, не стал бы отказываться от этого названия, да, но только не в условиях войны. Сейчас градус ненависти к россиянам очень велик, и это абсолютно оправдано. И из всех людей этого мира только вы, моя постоянная аудитория, знаете о том, что я россиянин, который живет в Украине, который прилагал массу усилий для того, чтобы развивать внутренний туризм и делать страну чуть лучше. Новые зрители об этом не знают, и если раньше можно было им что-то объяснить и доказать, то теперь это просто нереально. Сегодня и на десятилетия вперед русский – это клеймо, и я не хочу, чтобы оно относилось ко мне. Это первая причина, а вторая – это то, что на фоне войны в Украине именно на текущее название моего канала стеклось столько батья и просто упоротых диванных фашиков, сколько не стекалось никогда прежде. И получается, что якобы ловлю двойной хейт. С одной стороны, из-за названия, пока это в меньшей степени, но это все равно будет неизбежно, а с другой – из-за пригожинских подстилок и просто упоровшихся диванных говноедов, прибегающих на словосочетание «русский в Украине». Надеюсь, что им скоро всем отрубят ютуб, и они будут вариться в своем дерьме сами и любить друг друга по кругу. В прошлый раз причин было восемь, в этот раз, как видите, всего две, но они настолько весомые, что я больше не могу быть автором канала с таким названием. Поэтому говорю вам заранее – канал будет переименован, и называться он будет просто по моему имени – Руслан Заплатин. Это, с одной стороны, избавит меня от ассоциации со страной-агрессором, а с другой – расширит перечень тем, о которых я смогу говорить на своем канале, потому что под своим именем я могу говорить о чем угодно вообще. Но, конечно, основными тематиками все равно останутся путешествия, благоустройство, рейтинги и многое другое. Поэтому советую вам не отписываться от канала, а вот упоротым соотечественникам, которые фапуют на президента-террориста, настоятельно советую свалить отсюда самостоятельно, пока я всех не отправил в бан. Да, название Руслан Заплатин, быть может, не такое броское, как русский в Украине, но, с другой стороны, главное – это контент. И есть множество примеров других каналов, которые под собственным именем добивались серьезного роста. Так что главное – это все равно тот материал, который ты делаешь, и только он. И, конечно же, терпение и труд. Следующий вопрос, который вас наверняка заинтересует – когда я планирую переименовать свой канал? Отвечаю. Примерно через неделю, когда вы в основной своей массе успеете посмотреть данный ролик. В этом плане очень важный момент. После переименования YouTube может снова выкинуть мой канал из рекомендации и не показывать вам его на главной странице. В прошлый раз была такая история, как раз, когда некоторые подписчики попросту не видели мои новые ролики в ленте и вообще не знали о том, что я продолжаю выпускать видео. Поэтому несколько важных советов для вас, друзья, чтобы мы с вами не потерялись. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Регулярно заходите в раздел «Подписки», который находится в левом верхнем углу вашего экрана, а также непосредственно на мой канал и в раздел «Видео на нем». Только тогда вы точно ничего не пропустите. Далее. В прошлом видео я спросил у вас, интересна ли вам тема сохранения лактации в условиях стресса и получил запрос на создание такого ролика. Поскольку он не в формате моего канала, то видео будет выложено не здесь, а на канале моей жены. Да, мы решили сделать канал и для Любы, так что всех призываю подписаться на него. Думаю, там будет много именно лампового, такого приятного и ненапряжного полезного контента. Ссылку оставлю в описании. Ну и последнее, о чем мне хотелось бы сказать сегодня, это то, что YouTube наконец-наконец открыл возможность поддержки украинских авторов. Отныне рядом с кнопкой подписки под этим видео, например, вы можете найти кнопку спонсорства, которая предусматривает вашу поддержку моей работы за всяческие плюшки с моей стороны. От специальных спонсорских значков и фотографий до личного общения со мной по видеосвязи. Буду счастлив, если вы поддержите мою работу. Ранее сделать это можно было только на Патреоне, но это сторонний сервис, притом англоязычный, и это кого-то могло оттолкнуть. Плюс там я выкладывал в основном текстовый и фотоконтент. Спонсорство на YouTube предусматривает несколько иные бонусы для вас. Какие именно, можете узнать, нажав на эту самую кнопку спонсорства, ну, например, под этим роликом. Раз уж я вспомнил про Patreon, то, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо двум новым подписчикам. Это Артем Лыба, я запомнил, что фамилия правильно произносится именно так, и Ольга Владимировна. Благодарю вас за поддержку. На этом у меня все. Не забудьте поставить большие пальцы вверх и подписаться на канал, если вы вдруг этого еще не сделали. Всем спасибо и пока.